всем привет сделал очередной проектик по мини распилочном столу вот как бы особо тут ничего не менял просто сделал подарок для клиента сделаю перферированным полностью недавно и принципе такой делать уже 100 в отправлен на литву вот видео не вылаживал ну что там немножко как бы конфликтная ситуация получилась мне пришлось доплатить за посылку потому что там адресная доставка в литве и эту доплату клиент не доплатил не захотите в общем не посчитал нужно доплачивать в общем мы закрыли этот момент просто не хочу больше мид с такими людьми дела в общем принципе все то же самое не через не менял просто единственно здесь хочу циркуляр очка у меня паркетка здесь этом не первый раз вот такую я еще не устанавливал тут мощности 22 киловатта вроде бы да сколько не 2 киловатта пишет походу европеец не китайская это от нее сумка не знаю как правильно и прочитать конечно название этой фирмы р бауэр и как его в общем вот такая вот пила 2 киловатта 235 диск вылет диска получился 70 миллиметров конечно немножко она такая шумная вот убит и собственно принципе сейчас включим ее сделаем пропил и посмотрю как она чувствует себя вообще наоборот каждое изделие которое я делаю в принципе если что новинки туда там я снимаю там где-то поменял что-то либо снимаю просто для того чтобы протестировать уже сам инструмент который то есть потому что я допустим который уже не не пробовал ну мое мнение принципе где я немножко похожи покажу я достану посмотрим ее чуть поближе может быть это тоже приглядывается к этому инструменту соответственно возможно сделать на нем здесь я взял кусочек липы у меня просто склеенный получится то есть на всю высоту пропилить единственное что то есть я я заметил это нечего за не посчитать немножко подкрутить даже так скажу подстучать подстучать запружинивая получается тут два подшипника опоры и для того чтобы он стоял все вместе сейчас немножко его подожжим закрываем да и и и и и и и и и Конечно, липа это мягкая порода, но когда взять пропил, допустим, не полностью пилы, то уже, соответственно, конечно, ощущается, то есть, может падать, но и поддерживается ее. То есть она нормально, легко ее пилит, проблем нет. С твердой пилой, конечно, у меня не актив, потому что у меня ее нету, очень мало. Здесь, вот, нашел еще кусочек яси, сейчас пробили. Посмотрим, как он себя пойдет. Это четко пилит, даже, в принципе, никаких вопросов нет. Вот, собственно, в принципе, и сама пила. Я уже стол перевернул, чтобы просто показать, вот, какая она. Подошва у нее здесь получается, я так понимаю, что литье, но дюляльный алюминий, я так думаю, скорее всего. Ну, может быть, и металл, но вряд ли металл. Ну, само, в принципе, место всегда слабое у паркеток, ручных дисковых пил, именно вот здесь вот. Потому что здесь оно имеет само по себе слабое место. Вот, особенно, когда ты его разжимаешь, и оно пускается. Поэтому, вот, с этой стороны у нас идет, есть регулировка. Вот, естировки на 47 градусов, допустим, ниже нету. Вот, сама пила большая, тяжелая, мотор тяжелый, поэтому, когда вверх тормашками ее вешаешь, то мотор тянет вниз. Соответственно, на угол немножко меняется. Но, в принципе, это все лечится очень просто. Если у нас оно тянет в эту сторону, то в эту сторону просто можно подклеить кусочек картона, либо бумаги какой-нибудь тонкой, подложить сюда, либо наждачки. Вот, разная зернистость, она тоже разная, то есть имеет толщину. Как бы, вот так вот, таким методом, как бы, оно и лечится. То есть, если оно отклинивает нам эту сторону, то в эту сторону нужно немножко подложить чему-нибудь. Все будет нормально. Так что, так вот оно все выглядит, в принципе, внизу. Резитка двойная, вторая идет под пылесос. Так что, все. На этом все. Буду заканчивать. Всем пока. До новых встреч. С вами был Руслан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok